Курочка Троекурова. Главное блюдо вашего новогоднего стола. Зеленый горошек. Хотя другие версии на тему, что же такое ЗГ, буквы напоминания на руке героя, но вдруг вы не смотрели эти елки, типа «Злачный гром», «Завязать галстук» или «Замедленный гипофиз». По-моему, тоже очень хороши. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня готовим с предпраздничным настроением, это понятно, и с зеленым горошком. Стоит обратиться к любому поисковику с запросом «Салат с зеленым горошком» и откроешь для себя столько рецептов оливье и не сосчитать с копченой рыбой, с фруктами, с омлетом, с сосисками. Завидное постоянство, но, думаю, для зеленого горошка обидное. У него были широкие возможности. И дело даже не в том, что он отличный белковый продукт с приятным количеством полезных свойств. Дело в консервации, которая, хотя и от латинского «сохранения», а не от официального «консервант». Действительно ли упомянутое приятное количество пользы сохраняет? Вряд ли, но это тема отдельного разговора. Более того, наличие красителей, соли, сахара и т.д. и т.п., плюс надпись на банке «Сублимированные» или «Восстановленные из сухого гороха» лично мне помогают, так сказать, отдать приз зрительских симпатий горошку замороженному. Да и если уж заговорили о кулинарных талантах, зеленые горошины отлично и даже парадно смотрятся в любых гарнирах от рисового до картофельного в пастах и запеканках в соусах, причем не только как украшение, но и как исходный основной ингредиент. К примеру, знаменитый французский сливочный соус из зеленого горошка – отличное сопровождение курицы или индейки. А соусы дипы с зеленым горошком не останутся без внимания за холодным закусочным столом. Что ж, до салатов не поспорю. Консервированный зеленый горошек действительно идеально по вкусу подходит для сытных салатных композиций с корнеплодами, рыбой, колбасой и для того же оливье. А если вы решили свой новогодний стол сделать полегче, неконсервированный зеленый горошек будет более уместен. У него такой яркий, свежий, буквально весенний вкус. Так что смелее экспериментируйте с салатным рядом и не мудрите с заправкой. Хорошее оливковое масло, соль, перец будет уже вкусно. А с зеленым горошком еще и свежо. Салат с зеленым горошком. На оливковом масле обжарить измельченный лук и чеснок, добавить зеленый горошек, замороженный. После этого получено соединить в чашке со сладким перцем, половинками помидоров черри, салатом айсберки, сыром фета. Соль, перец по вкусу. Заправить оливковым маслом, присыпать пармезаном. Приятного аппетита! И, кстати, если вы при составлении праздничного меню обращаете внимание на символы года по восточному календарю, такой салат петуху понравится точно. Вспоминайте сказку «Выгляни в окошко, дам тебе горошко». Так почему бы не зеленого? Вот такое продолжение истории о ЗГ получилось. Кстати, ЗГ еще и замечательный год. Тот, который был и тот, который будет. Удачи! С вами была Жанна Соловьева. Пока!